Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Давайте посмотрим быстренько, что происходит с биткоином и вообще с крипторынком. В последнем моем обзоре я вам говорил о том, что у нас с вами по покупкам и продажам с TRDR образовался нисходящий канал. Обратите внимание, после того, как одобрили биткоин ETF, кстати, если вы не видели мое видео, чем грозит биткоин ETF крипторынку, обязательно посмотрите его, оно сейчас появится сверху, там очень много умных мыслей от Андреаса Антонополуса и от других чуваков. Кстати говоря, к Андреасу Антонополусу мы еще вернемся сегодня. Но давайте все-таки немножко технического анализа. Смотрите, что интересно происходит, что биткоин уперся точно вот в эту верхнюю границу этого нисходящего коридора, который мы с вами обозначили в прошлый раз, видите, да, то есть он прям зафлетил прямо вот в нее. И что интересно, что прямо сейчас снова получается, что у нас решающий момент. Смотрите, на 4-х часовом таймфрейме биткоин пытается пробить сейчас верхнюю границу канала наверх, рисуя зеленую свечку. Но пока еще он этого не сделал, соответственно, радоваться преждевременно. И все еще, на мой взгляд, велика вероятность того, что, ну, даже если, может быть, ложно чуть-чуть пробьет, но все-таки пойдет вниз дальше тестировать вот эти вот какие-то, ну, я не знаю, хотя бы там ниже 40 тысяч тестировать среднюю границу нисходящего канала, да. Но, тем не менее, это всего лишь мои фантазии и догадки, а по сути, по факту, вот у нас есть также еще такой некий параллельный, на самом деле, канал, если вы посмотрите, из которого мы немножко вываливались наверх и вниз, но все-таки большинство покупок и продаж, вы можете согласиться, было именно вот здесь, то есть. Ой, не знаю, мне кажется, я вас запутал просто окончательно уже сейчас. Давайте все это удалим нахрен. И попробуем начать сначала. Давайте вообще взглянем на TradingView. Тут у нас все очень красиво на недельном таймфрейме. Посмотрите, беточек вроде как отбился от экспоненциальной сетки MA Ribbon, от экспоненциальной поддержки, да, и RSI, что примечательно, тоже, посмотрите, развернулся на недельном таймфрейме дальше в бычью сторону. Поэтому с этой точки зрения, конечно, может сейчас начаться и To The Moon на All-Time High, тем более, что все остальные активы, ну, там, NASDAQ, AMD, SMP, всякие, NVIDIA и прочие-прочие уже делают это, что они уже переписывают All-Time High, тестируют его как поддержку и погнали дальше. Поэтому слушайте, что я вам хочу сказать, друзья. Напишите в комментариях свой вариант, что вы думаете будет с ценой. Но на недельке очень побыча выглядит все. И MA Ribbon, и RSI, и Market Cipher, и Money Flow. Единственное, что я говорю, мы здесь видим вот эти зеленые пузыри, говорящие о том, что это рыночная манипуляция, но, тем не менее, даже их уже сдули, мы можем сказать. Посмотрите, вот это ведь был такой микро Барт Симпсон, и мы как бы снова вернулись на более-менее не настолько перекупленные значения, скажем, да. Поэтому все еще на балансе вероятности, я вам хочу сказать, есть хороший памп, и потом коррекция вниз, возможно, даже ниже 40 тысяч. Вот я скорее за такой сценарий сейчас, напишите в комментариях, за какой вы. А пока, друзья мои, биткоин вот так вот стоит на месте, можно сказать, да. Хотя на самом деле он нифига ведь не стоит. Посмотрите, вот мы приближаемся на дневку. Здесь, конечно, уже происходят какие-то движения. Посмотрите, здесь биткоин сходил ниже сетки MA Ribbon, что, в принципе, в моменте говорило о переломе тренда, да, краткосрочного хотя бы. Но сейчас, посмотрите, он пробился снова выше и пытается закрепиться над ней, как над поддержкой. То есть, если бы он ее отретестил как сопротивление и пошел вниз, тогда да. Но сейчас, похоже, что снова все на стороне быков. Зеленая точка на сайфере говорила о том, что как раз вполне возможно начнется рост. И вот, собственно, мы его видим. Поэтому сейчас здесь вообще ничего не понятно. Посмотрите, Money Flow угасает. То есть, в принципе, конечно, да, и RSI тоже, посмотрите. Все на самом деле говорит за потенциальную коррекцию вниз. Или хотя бы эквилибриум. Эквилибриум – это когда мы начинаем вот так вот зажиматься и рисовать более повышающиеся низы и понижающиеся хаи. Поэтому, да, что-то совсем пока непонятное происходит с биткоином в моменте. Хотя, в принципе, это называется обычная консолидация. То есть, это непонятно для трейдеров, кто сейчас хочет быстро срубить бабла. А для инвесторов, для ходлеров это всего лишь консолидация. И, кстати говоря, вы знаете, это один из признаков бычьего рынка, начинающегося бычьего рынка, когда у нас с вами повышаются минимумы, максимумы, и мы консолидируемся вбок. Вот это все те признаки, которые мы видим сейчас. Поэтому, что тут скажешь, друзья? Пока вот такая болтанка происходит, я хочу вам показать очень интересный фрагмент видео, которое я нашел в Твиттере, где Андреас Антонополос говорит о самой важной вещи в биткоине. И, на самом деле, чтобы вы понимали, это даже не блокчейн. Вот Джимми Даймон, например, глава JP Morgan, говорит, что блокчейн – это революция. Но, на самом деле, мы же с вами понимаем, что блокчейн может быть централизован и легко, как большинство, кстати, блокчейнов, вот этих вот всех щиткоинов, которые мы с вами так любим торговать на наших любимых биржах. Вот. Но, на самом деле, лучше меня об этом вам всем сейчас расскажет, собственно, первоисточник. Поэтому давайте смотреть. Теперь новая линия заключается в том, что технология блокчейн многообещающая. Но биткоины, валюты – такие странные и волатильные, что вам с ним лучше не связываться. На самом деле, блокчейн – это технология. Мы его используем для перемещения денег, данных. Это эффективно. Мы используем это 12 лет, но все еще объем очень мал. Существует два типа криптовалют. Есть криптовалюта, которая может что-то делать. Представьте, что криптовалюта может выполнять функцию смарт-контракта, и мы можем ее использовать для покупки недвижимости и перемещения данных. Токенизация. Токенизация вещей, с которыми вы что-то делаете. А есть, которые ничего не делают. Я их называю «домашний камушек». Биткоин и подобные ему. И с биткоином… И знаете, ну, прежде всего, не поймите, что я шучу. Применимые способы – IML, мошенничество, отмывание денег, уход от налогов, секс-трафик. Вот реальные примеры использования. И мы видим, что это используется на сотни, может быть, даже тысячи миллиардов долларов. Вот где это используется. Это буквально смешно, потому что первое, в чем они признаются, в том, что они на самом деле не понимают биткоин. Ты не можешь просто отделить технологию блокчейн и сказать «О, да, это революционно». Потому что это не так. Блокчейн сам по себе не революционен. Но что действительно интересно – это децентрализованный блокчейн. Вот это интересно. Децентрализованный блокчейн без наличия центрального органа. Децентрализованный блокчейн, у которого нет контрагента, ответственного за запись информации на децентрализованном блокчейне. Вот это переворачивает все с ног на голову невероятным образом и является революционной технологией, которая меняет так много индустрий. Но это не то, что исследуется подразделениями исследования блокчейна крупных банков. То, что они исследуют, это бухгалтерские книги. И то, что они с их помощью пытаются сделать, это сказать, нам как бы нравится вся эта идея блокчейна. Но можно ли это сделать без всего этого майнинга, децентрализации, этих открытых протоколов, свободного доступа API и всего этого анархического хаоса и этого дерьма, где каждый становится сам себе банком? Можем ли мы сделать блокчейн чем-то более-менее похожим на виза? Идея того, что банки попросту возьмут и начнут немного заниматься блокчейном, сражаясь с этими переменами, на первый взгляд нелепо. Ведь немного занимаясь блокчейном не поможет оставшимся 6 миллиардам, потому что немного занимаясь блокчейном не высвободит потоки информации, идущие из открытых протоколов, а также из свободного доступа. Потому что самое главное, немного блокчейна с централизованным контрагентом, находящегося посредине каждой транзакции, прямиком возвращает нас в тот мир, в котором мы сейчас живем. Где контроль над деньгами является контролем над свободой, и большая часть мира живет подобно рабам. А биткоин это изменит. Вот такое вот, ребяточки, видео. А теперь давайте немножко криптомемов для поднятия настроения. Хорош, 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 хорош. Доллар. Доллар бежит, не поспевает, вон даже за троном с чейнлинком. И это правда, в долгу это правда. Да, если вы попали на медвежьем рынке, вы, наверное, скажете, что за брехня, доллар самая стабильная валюта. Валюта. Вот, это ловно на инвалидной коляске. Хорош, хорош. Ладно, слушайте, это, как говорится, все смешно, надо ретвитнуть. Подписывайтесь, кстати, на наш твиттер, кто использует твиттер. У нас твиттер вот такой вот, немножко хитро выцарапанный. Команс, нижнее подчеркивание, крипта. Вот, потому что криптокоманс, по-моему, даже мной был занят, но как-то так, что, короче, там хрен на него зайдешь. В общем, да, а так, что я вам хочу сказать, подписывайтесь еще обязательно на нашу тележку, потому что там очень много полезной инфы. И по поводу биржи Дипкоин, кто уже зарегистрировался по нашей ссылке в состязании. Кстати говоря, обратите внимание, здесь даже за минус 12% дают 100 долларов приз. Даже за минусовые трейды. Это то, о чем я говорил, здесь очень мало все еще людей. Если вы не видите себя в этом ранкинге, все очень просто. Значит, вы просто еще не набрали торговый объем 10 тысяч. Это написано в правилах. То есть, вы продолжаете торговать, как торгуете. Вот, кстати, что это я... Вот, я только что повторно зарегался, и что-то вот он мне пишет, что нужно перевести USDT. Хотя мне говорили, что здесь все пары участвуют, в том числе и инверстные. Я торгую здесь инверстными парами. Сейчас посмотрим, кстати, наберу я объем. Я торгую Биткоин кэшем, Лайткоином, Чейнлинком. Ну, вот такими всякими штуками. Вот, кстати, в минус я уже ушел. Ну, вот давайте проверим. Давайте я прям по рынку сейчас закрою Чейнлинк, например. Биткоин кэш пока не буду закрывать, потому что он в минус ушел. И проверю, появлюсь ли я там на той странице состязания. В общем, вы тоже проверьте и отпишите у нас в Телеграме потом по итогу, появились ли вы там и видите ли вы себя. Вот. Но, как вы поняли, призовые места практически гарантированы, потому что народу очень мало. Так что добавляйтесь обязательно. Ну, что еще сказать, ребята. Держим нос по ветру, ухо в астро, подписываемся к нам в Телеграмчик обязательно, потому что там гораздо больше общения и полезной инфы. Четырехчасовой таймфрейм, обратите внимание, Биткоин уверенно тестирует EMA Ribbon как поддержку. Уже вторая зеленая точка. И смотрится все довольно-таки побычи в моменте. Поэтому торгуем осторожно, ставим стопы, ставим тейки, ставим обязательно лайки этому видео. Проверяем, подписаны ли вы на наш канал, нажат ли на колокольчик. И, ребята, конечно же, пишем комментарии, потому что у нас все еще продолжается розыгрыш крипты. Если вы являетесь хотя бы рефералом на одной из бирж, которые вы увидите в описании, подписаны на наш Ютуб-канал, Телеграм, Бастион, ставите лайки и пишите комменты, то вы автоматически участвуете в розыгрыше. Кстати говоря, у нас объявился еще один победитель со стрима. И мы ему тоже отправим скоро миллион сатоши в лайткоинах, как он попросил. Вот. Зовут его Евгений Фролов, и мы его с этим поздравляем. Ну, а у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. С вами был Гриня от канала CryptoCommons. Не забывайте, что хайллинг биткоина уже практически через два с половиной месяца. Примерная дата прогнозируется это 22 апреля. Но там посмотрим, как оно будет. Зависит от сложности вычисления. Вот. Ну, еще что могу вам дополнить перед тем, как закончу это видео, что альтсезон, ребята, по всей видимости, отменяется. Посмотрите, это был, видимо, самый короткий альтсезон в истории, и мы ушли вниз снова на 53 по показателю альтсезона. Поэтому, что вы думаете? Я лично думаю, конечно же, что все нормально. И это был сарказм. Естественно, альтсезон никуда не отменяется. Если вы посмотрите, как всегда себя эта метрика вела, то она именно так себя и вела. Посмотрите. Внутри альтсезона она могла падать и до 50, и даже до 20%. Поэтому, ребята, я думаю, что то, что мы сюда вышли, это как раз, скорее, первый признак того, что все хорошо, и надо докупать альты. А вы напишите, как думаете вы, и увидимся в следующем видео. Пока.